Всем доброго времени суток. Для тех, кто услышит меня впервые, представлюсь. Меня зовут Александр, и я являюсь одним из сотрудников редакции групп канала Биржевик. Помогаю Михалычу озвучивать некоторые ролики на YouTube-канале. Но для начала дисклеймер. Информация на данном ресурсе адресована неограниченному кругу лиц и не является индивидуальной рекомендацией, но есть исключительно информационно-аналитический характер и не должна рассматриваться как предложение, либо рекомендация к покупке или продаже какого-либо актива. Сегодня у нас на очереди две компании из агропромышленного сектора. Начнем, пожалуй, с АО «Национальная компания» «Продовольственная контрактная корпорация» или же, коротко, АО «НК-Продкорпорация». Имитент ведет свою деятельность в области закупа, хранения и реализации сельхозпродукции Республики Казахстан. Компании имеют статус «Национальной компанией Казахстана». С 2012 по 2020 год принадлежала к АО «Холдинг КазАгро». В 2020 году право владения и пользования пакетом акций на АО «НК-Продкорпорации» были переданы Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан. Итак, посмотрим на характеристики облигации. Номинал 1000 рублей, то есть это минимальная цена покупки одной облигации. Однако на данный момент облигация стоит 762 рубля или 76,3% от номинала. Дата погашения назначена на 26 марта 2026 года. Оферта не назначена. На текущий момент доходность составляет 20,65%. Купоны выплачиваются раз в полгода, раз в 184 дня. Купон составляет 45 рублей 32 копейки. Уровень листинга, то есть уровень надежности облигации первый. Это связано напрямую с тем, что сейчас по факту управляет компанией Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан. Переходя к ключевым экономическим показателям компании, посмотрим на отчет за 2020 год в сравнении с 2019 годом. Формат у нас МСФО, то есть Международный стандарт финансового отчета. Выручка снизилась на 39%. С почти 30 до 18 миллиардов тенге чистая прибыль снизилась на 55%. С 2,7 до 1,2 миллиардов тенге. Также последним актуальным отчетом является отчетность за 9 месяцев 2021 года в сравнении с 9 месяцами 2020 года, также в формате МСФО. Из нее мы знаем, что выручка выросла на 230%, с 15 до 49 миллиардов тенге, а чистая прибыль выросла на 125%, с 1,8 до 3,9 миллиардов тенге. Что же касается кредитных рейтингов и кредитной нагрузки компании, последним новлением было от рейтинговых агентств 5 июля 2021 года. В этот день АКРА подтвердила кредитный рейтинг эмитента на уровне BB- со стабильным прогнозом и выпуск его облигаций на уровне BB-RU. На всякий случай поясним. Рейтинги в категории BB означают умеренно низкий уровень кредитспособности по сравнению с другими рейтинговыми лицами, выпусками ценных бумаг или финансовыми обязательствами в РФ. Кредитоспособность устойчива в краткосрочной перспективе, однако присутствует высокая чувствительность к воздействию неблагоприятных перемен в коммерческих, финансовых и экономических условиях в РФ. Из данного обзора самое важное подчеркнуть, что компания имеет небольшой размер бизнеса, измеряемый величиной годовой выручки в долларовом эквиваленте. В ближайшей перспективе компания планирует рост бизнеса за счет увеличения объемов оборота зерна. Для финансирования закупки зерна компания значительно увеличила свой кредитный портфель за счет различных источников, включая выпуск облигаций на российском рынке. По результатам 2020 года общий долг компании составлял 21,2 млрд тнг, а к концу 2021 года АКР ожидает, что долг превысит 57 млрд тнг, а соотношение общего долга к ФФО до чистых процентных платежей составит 9,1 пункта, что по оценкам агентства соответствует высокому уровню долговой нагрузки. АКР на момент июля 2021 года ожидала умеренного снижения показателя до 7,9 пунктов к 2022 году по мере роста операционной прибыли, связанного с наращиванием объемов бизнеса. Однако при текущих геополитических обстоятельствах данный прогноз скорее всего будет изменен. Что можно сказать? Эмитент представляет собой в первую очередь агропромышленное предприятие, однако тот факт, что они ведут свою деятельность не в РФ, а в Казахстане несколько снижает риски. Санкции конечно во многом их не касаются, но и жизнь такого предприятия по маслу скорее всего не идет. Компания вполне вероятно может испытывать трудности с закупками зерна сейчас. Однако облигации эмитента торгуются на вполне неплохом уровне. Есть иногда просадки по ликвидности. Можно наблюдать на данном графике. Поэтому для спекулянтов данная облигация точно не будет лучшим выбором. Однако облигация торгуется довольно стабильно с конца марта, что даже удивительно в сравнении с другими ВДО. Напомню, что единственный облигационный выпуск компании сейчас торгуется на уровне 76% от номинала, то есть стоит 762 рубля. И доходность в районе 20%. Интересно? Ну может быть. Однако определенные факторы против покупки это нет отчета за 2021 год, до сих пор нет отчета за первый квартал 2022 года соответственно. Хотя многие компании уже опубликовали данные отчеты. У компании очевидно довольно высокая долговая нагрузка. Но компания находится на поддержке государства Казахстан и обладает первым уровнем надежности самой облигации. В любом случае на большой процент от капитала туда точно лезть не стоит. Компания среднего уровня инвестиционного любопытства на данный момент. И нужно время, чтобы понять, как в текущей геополитической ситуации будет развиваться данная компания и как они будут работать со своими долгами. Теперь перейдем к компании объединения Агроэлита. Это агропромышленное предприятие холдинга Golden Group. Деятельность которого включает направление растеневодства, то есть выращивание зерновых и масличных культур и свиноводства. Главные активы компании это животноводческий комплекс, мясоперерабатывающий кабинет, оснащенный универсальной линией убоя и сельскохозяйственная техника ведущих мировых производителей. Объединение Агроэлита входит в состав многопрофильного сибирского холдинга Golden Group. К параметрам облигации вернемся несколько позже. Сейчас обратим внимание на экономические ключевые показатели компании. У нас имеется отчет за 2021 год в сравнении с 2020 годом. Формат отчетности РЦБУ. В данном случае у нас есть несколько больше значимых показателей, все их рассмотрим. Выручка у нас в 2021 году выросла на 10% с 385 до 423 миллионов рублей. Чистая прибыль снизилась на 51% с 82 до 40 миллионов рублей. Показатель EBITDA снизился на 21% с 349 до 277 миллионов рублей, а долг снизился, что хорошо, на 18% в числовом выражении с 1,1 миллиарда до 935 миллионов рублей. Также уже опубликован отчет за первый квартал 2022 года в сравнении с первым кварталом за 2021 год. Здесь мы видим рост выручки на 13% с 91 до 22 миллионов рублей, а также снижение чистой прибыли на 57% в числовом выражении с 29 до 12 миллионов рублей. Что же касается кредитного рейтинга и кредитной нагрузки компании, то рейтинг компании не был присвоен ни разу ни одним рейтинговым агентствам. Однако частично можно опираться на рейтинг присвоенный УК Голдман Групп, который владеет более чем 99% от ООО и объединения Агроэлита, то есть является материнской компанией. Последнее обновление было 19 января 2022 года и рейтинговое агентство Эксперта РА подтвердило рейтинг кредиспособности нефинансовой компании УК Голдман Групп на уровне РУББ+. И изменило прогноз по рейтингу на позитивный. Ранее у компании действовал стабильный прогноз. То есть у материнской компании по крайней мере до февраля 2022 года было все более-менее хорошо. Так же как и в Акро, у Эксперта РА рейтинг на уровне ББ означает умеренно низкий уровень кредиспособности, финансовой надежности и финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации. Присутствует высокая чувствительность к воздействию негативных изменений экономической конъюнктуры. Однако здесь у нас рейтинг находился на верхней границе уровня ББ. У прошлого же эмитента он находился на нижней границе уровня ББ-. Также мы имеем показатели долга к ЕБИДА, уже относящиеся к ООО Объединения Агроэлита. В 2019 году можете наблюдать, что данный показатель составлял 3,6, в 2020 и 2021 годах он оставался на уровне 3,3. Здесь можно сказать, что пока соотношение долга не приближается к критической отметке в 5,0 или выше, то поводов для беспокойства в данном вопросе нет. Какие выводы можно сделать, исходя из данных об этом эмитенте? Конечно, помним о том, что ситуация в геополитике до сих пор обостренная, поэтому с выбором облигации нужно быть крайне осторожным. Эмитент представляет собой также в первую очередь агропромышленное предприятие. И в текущих экономических реалиях хотелось бы знать, как эмитент будет справляться с трудностями импорта, например, техники или же пассивных культур, на выращивание которых и специализируется предприятие. Хотя ранее разрешенный серый импорт, вероятно, снизит риски в данном направлении, но хотелось бы об этом знать наверняка. Также важно понимать, что объединение Агроэлита – это дочернее предприятие Holding Goldman Group с очень большой долей рынка. И хочется подметить, что раз они пережили 2020 год со всеми его трудностями, то, возможно, и с новыми проблемами справятся. Но, опять же, если-если. На данный момент есть всего три действующих облигационных выпуска. Все торгуются с приемлемой ликвидностью, особенно третий выпуск. То есть здесь мы видим ликвидность, проходящие объемы от нескольких сотен тысяч рублей до нескольких миллионов в день. Доходность у выпусков находится в диапазоне от 16 до 19% и с сроками погашения в 2023 и 2024 годах. Компания среднего уровня инвестиционного любопытства на данный момент, но нужно больше времени, чтобы оценить влияние санкций на деятельность имитент, в полной мере. Напомним, что наши редакции не рекомендуют на одну компанию в инвестпортфеле выделять более чем 3 или 5% от капитала. Главное – сохранять риск менеджмент и следить за новостями и отчетами об имитентах, держателями облигаций которых вы и являетесь. Таким образом, можно нивелировать многие риски. На этом на сегодня у меня все, всем спасибо, до свидания. Напомню, что ссылки на все наши медиаресурсы находятся под каждым видеороликом. Под первым пунктом – телеграм-канал, посвященный акциям, облигациям, сыровим рынкам и банковскому сектору. Во втором и третьем пункте – наша группа во Вконтакте и Яндекс.Дзен, куда дублируются все материалы из телеграма. И в четвертом пункте – наш канал на Рутюб. Вся информация в первую очередь публикуется именно там, после чего попадает на Ютуб. Продолжение следует...